доброе утро дорогие лидеры напишите пожалуйста в чате слышно ли меня видно ли меня хорошо ли меня слышно спасибо большое прежде всего хочу поздравить вас с такими многочисленными длительными праздниками которые у нас прошли но в принципе еще это не заканчиваются а еще впереди старый новый год а я поздравляю вас желаю вам всего всего самого наилучшего это был очень хороший очень интересный сложный по-своему год 2016 2017 будет удивительным будет большим большим с большими мероприятиями грандиозными и отличными новостями для всех нас и с новыми новыми достижениями и вашими званиями и так я начинаю наш вебинар юбилен экспресс итоге каталога номер 17 и я рада приветствовать вас как представитель шведской компании шведского эксперта в целостном подходе красоте к стилю жизни wellness наверное вы уже знаете все эту фразу наизусть я надеюсь что те кто еще до сих пор еще не выучил кого на зубов не отскакивает над этим работают каждый день и как всегда мы предлагаем очень много возможностей чтобы присутствовать в нашем сообществе чтобы развиваться чтобы строить свой независимый бизнес чтобы выглядеть хорошо и чувствовать гармонию изнутри и снаружи что мы предлагаем предлагаем стилю жизни когда важно как ты выглядишь и как ты себя ощущаешь и когда у нас есть такие красивые здоровые энергичные активные лидеры когда у нас есть так так много достижений обязательно нужно с ними делиться обязательно нужно на такой результат приглашать больше больше людей а в этом конец уже помогут наше сообщество сообщества успешных умных красивых предпринимчивых людей итак каталог номер 17 о чем же мы с вами поговорим первое что от что хотелось бы отметить это необыкновенные грандиозные результаты в развитии лидерства каталога номер 17 мы совсем недавно ликовали до сих пор продолжаем ликовать глядя на цифры глядя на количество новых уровней с девяти процентов и на уровне новых старших менеджеров а сейчас вы видите таблицу отношения 15 года и 16 каталога первого каталога и 17 и можно наблюдать что соотношение в первом каталоге было как таким совсем плачевным до минусовые такие показатели минусовые процентные соотношения и каталог номер 17 просто грандиозный он взорвал этот год 16 год когда у нас по всем областям по всем регионам есть плюсовые показатели и И вы видите, что количество лидерской базы с уровня старший менеджер и выше у нас просто грандиозно. И половину в среднем мы превысили показатели относительно первого каталога. И с чего бы хотелось начать? Конечно же, 17-й каталог у нас ознаменовался новым званием. Прекрасный лидер Ольга Потапович из города Борисов, мама троих деток, замечательная девушка. Работая, общаясь с ней, очень приятно общаться и видеть, что человек достигает с помощью категории wellness, кстати, вот таких вот великолепных результатов. Ольга была в Сочи, она квалифицировалась на конференции в Сочи. И после того, как она была поглощена этим сообществом, успехом и триумфом, она решила строить бизнес дальше. И мы еще услышим ее историю, мы увидим ее историю журнала «Мир и Флейм». И я думаю, что услышим ее историю с грандиозной большой сцены на нашем мега-мероприятии 29-го числа. Так что готовьтесь. Мы хотели бы поздравить 50 новых менеджеров, которые у нас появились в каталоге 017. Вы знаете, я хотелось бы поаплодировать этим смелым, активным лидерам и хотелось бы назвать всех-всех их по именам. Город Минск. Давайте поаплодируем. Скажите, пожалуйста, в чате напишите, есть ли у нас здесь город Минск, кто у нас присутствует на вебинаре. Город Минск есть у нас? Вы подготовили свои ладоши? Ура! Мы приветствуем новых старших менеджеров. Светлана Голотина, Татьяна Кабаненко, Лея Налапа, Ольга Месникова, Юлия Котикова, Ольга Голубцова, Нургазель Худайназарова, Наталья Жашкова и Вера Рыбченок. Поздравляем! Вы слышите наши бурные аплодисменты? Мы тут все вместе собрались и вас поздравляем. Итак, переходим дальше к Брестской области. Брестская область, вы с нами? Ну-ка, ну-ка, я смотрю, кто у нас в чате из Брестской области. Молодцы, здорово! Итак, мы поздравляем новых старших менеджеров. Николай Тымчук, Ирина Вовещевич, Олеся Кучук, Оксана Девина, Ирина Козлиня, Анна Степунинка, Валентина Заступневич. Наши поздравляем! И мы продолжаем. Это еще не все. Приготовьте свои ладоши. Витебская область. Кто у нас есть из Витебской области? Так, чат, чат, чат. Чат наш гремит витеблянами. Правильно я назвала? Итак, новые старшие менеджеры. Витебская область. Инна Лукьянец, Надежда Прудникова, Юлия Лагун, Юлия Кочнева, Ирина Корчевская, Александр Коваленко, Олеся Рачковская, Светлана Королева. Наши поздравляем! Здорово! Правда, как здорово, когда есть кого поздравить, когда такие громадные аплодисменты, когда столько много эмоций. Итак, мы идем дальше. Гомельская область на очереди. Новые старшие менеджеры. Гомель в чатах. Вижу, вижу вас. Полина даже вижу. Полина уже почти в Гомеле. Итак, новые старшие менеджеры. Гомельская область. Катаролог номер 17. Анна Бондаренко, Дарья Шевченко, Людмила Сидорина, Екатерина Рыжова, Елена Кухаренко, Светлана Волович, Татьяна Каташенко, Надежда Курочкина. Поздравляем! Здорово! Итак, мы продолжаем Гомельская область. Мы еще не закончили с Гомельской областью. У нас грандиозные результаты в Гомельской области по новым старшим менеджерам. И мы продолжаем. Татьяна Рудинок, Елена Сорокина, Дина Бондарева, Петр Демидов, Ольга Зайцева, Дмитрий Евдовенко и Юлия Чистик. Мы поздравляем вас. Продолжаем наши поздравительные аплодисменты для Гродненской области сейчас, для моей любименькой, моей родненькой Гродненской области. Я уж пользуюсь моментом, могу позволить. Новые старшие менеджеры Гродненской области. Инна Шлык, Анна Болоньц, Диана Струк, Татьяна Верболь, Андрей Пышинский, Елена Татукевич, Даталья Пинковская, Бажина Наумович. Поздравляем! И Татьяна Рыжова! Итак, мы продолжаем. И у нас Минская область тоже моя любимая, моя родная. Тут совсем-совсем вы близко, у меня под боком практически. Новые старшие менеджеры. Минская область. Виктория Суховей, Елена Ходорик. Ваши аплодисменты. Вы герои наших областей. И также Могилевская область. Вот Полина рядом со мной сидит, аплодирует громко-громко-громко новому старшему менеджеру Могилевской области Ирине Донда. Поздравляем! Итак, наши аплодисменты вам. В чатах я вижу ваше поздравление. Вы просто молодцы. Спасибо вам большое за вашу активность, за ваше поздравление. Я думаю, новые старшие менеджеры тоже увидели эти ваши все плюсики, выслезательные знаки и порадовались вместе с вами. Порадовались тому, как вы умеете радоваться успехам ваших коллег. Итак, у нас также есть еще очень-очень много разных новостей, очень много достижений. У нас в каталоге номер 17 148 открытых старших менеджеров. То есть это будущие директора. Представьте, как минимум 148 человек уже на банкет. У нас вот-вот прямо есть. Мы вас ждем. Пожалуйста, дорогие директора, закрывайтесь. И мы пригласим вас на это торжественное мероприятие. Также у нас 28 открытых старших директоров, 24 открытых золотых директора, 4 открытых старших золотых директора. И также находятся в открытой квалификации сапфирова директора у нас Анастасия Дейлида и Татьяна Ярохович. И еще самая большая высокая квалификация в этом году Елена Рокоча и Денис Бирюков открыли звание старшего бриллиантового директора. Также мы поздравляем и желаем на этом пути им всего-всего самого лучшего и достичь этого результата. А с их командой, с их уверенностью в этом и с такими прекрасными лидерами это, конечно же, сбудется вот уже прямо в ближайшее время. Итак, мы приглашаем на банкет юбилейный экспресс 29 января старших менеджеров с каталога номер 5 и с каталога номер 9. Все, кого мы сейчас объявили с такими бурными аплодисментами, приглашаются на банкет. Подробные условия вы узнаете и с почты, и с наших сообщений. Мы будем вам присылать личные сообщения, в которых вы узнаете все-все подробности. И точное и место, и точное время, и дресс-код. Пожалуйста, готовьте платья, вечерние костюмы, туфли. В общем, это все будет очень-очень торжественно и очень красиво. Также хочется отметить очень большое количество новых менеджеров с уровня 9%, 12, 15 и 18. Также мы можем отметить сейчас ваше вертикальное построение структур. И все-таки мы считаем менеджеров с отрывом. Посмотрите, пожалуйста, вот на эти цифры. Очень большое количество. Обратите внимание, что ваши 9% в уже следующем каталоге могут стать 12% или 15% сразу. Как показывают результаты прошлого каталога, уровень старшего менеджера 3 каталога. Это реально, это возможно. Таких людей мы знаем. И лидеров мы тоже-таки знаем, и вы можете с ними пообщаться. Узнать у них секрет такого успеха. Также мы планируем как минимум 298 новых старших менеджеров, поскольку 18% просто обязаны стать старшими менеджерами. Представляете, как долго мы будем поздравлять их на вебинаре. Я уж не знаю, прямо ладоши наши, не знаю, просто будут гудеть от этих аплодисментов. Да-да-да. Прекрасные результаты, спасибо вам большое за вашу работу. И также мы приглашаем на бизнес-завтрак новых менеджеров каталога номер 17. Те, кто достигли первый раз уровня 15% и выше, 15% и 18% соответственно, те приглашаются на бизнес-завтрак. Дополнительную информацию вы получите на вебинарах следующих и в почтовых рассылках. Ожидайте вашу информацию и также готовьте деловые костюмы. Мы приглашаем вас 29 января. Очень часто, да, сейчас звучит эта цифра. У нас просто будет грандиозный день. У вас будет грандиозный день, когда 29 января, воскресенье, у нас будут три мероприятия. И каждый из участников, то ли новый старший менеджер, старший директор и выше, то ли новые менеджеры посетят как минимум два мероприятия. Это бизнес-завтрак с утра, мега-марафон истории эволюции, красоты и успеха с гостями, с невероятной новой крутой площадкой. Мы уже раскрывали маленький секрет, да, что у нас будет такая бодиумная сцена с большим количеством софитов, конфетти, где все новые менеджеры смогут пройти и получить свою минуту, две, три славы, пофотографироваться. И это будет очень большая, очень красивая площадка. Вы сможете полной мере насладиться своим успехом и своим триумфом. Билеты разошлись как горячие пирожки, насколько я знаю, но надеюсь, что еще возможность купить и пригласить большое количество человек, конечно же, у вас будет. Итак, у нас также есть для вас очень интересное предложение. В юбилейный год, мы уже говорили, в юбилейном году ожидает у вас очень-очень много новинок, сюрпризов, новостей. И также у нас есть для вас эксклюзивное предложение для лидеров. День Сапфира. Мы решили поощрить, мы решили поздравить, знаете, так очень эксклюзивно, очень торжественно наших сапфиров и, естественно, еще выше достижений и бриллиантов, и старше бриллиантов. То есть мы ожидаем все звания и готовы всех поздравить. Вы закрываете новое звание специально для вас и для вашей команды, для ваших ключевых партнеров. Мы организуем торжественную встречу в сервисном центре. Мы организуем для вас эксклюзивный тренинг, которого еще, в принципе, никто в Беларуси не знал и не слышал. Вы получите уникальные знания, вы получите уникальный опыт и также поздравления от менеджмента компании. И также вечером вас ждет расслабление, не знаю, как это правильно назвать, да, релакс по зоне отеля, отдых в шикарной гостинице. В общем, есть к чему стремиться. Я думаю, что это предложение на самом деле очень интересное. И, знаете, как такой еще маленький, ну, может, не маленький, бонус, да, для тех, кто закрывает такие классные звания, высокие звания для вашей команды. Идти, стараться и знать, что вы работаете все вместе, все дружно на результат. Хотелось бы еще отметить тоже очень хорошие результаты по бонусу «Мой первый автомобиль». Как можете заметить, в скобочках отмечено количество лидеров, которые получили бонус «Мой первый автомобиль» в прошлом году в аналогичном каталоге. И сейчас также хочется отметить, что самый большой бонус 3 миллиона рублей, 300 рублей новых получает самое большое количество лидеров. И в каталоге номер 17 88 лидеров получили бонус 3 миллиона рублей. Это отличное подспорье, отличный инструмент для того, чтобы или оплатить автомобиль, или потратить на что-то приятное очень вот эти дополнительные денежки. И также у нас состоялось знаменательное событие. Светлана Гречишникова получила автомобиль новенький из салона, вот с таким красивым банком. Мне кажется, это просто мечта каждого человека, даже не скажу девушки, каждого человека. Просто вот такой автомобиль с таким громадным бандом, подойти, видеть и понимать, что он уже твой. Светлана Гречишникова получила этот автомобиль. И сейчас по праву, очень гордо, топ-лидер наш будет разъезжать на таком автомобиле. Таких автомобилей у нас становится все больше и больше. И в этом году также у нас запланировано получение таких прекрасных авто. Итак, мы бы хотели дальше еще познакомить вас с лидерами. Конечно, вы их уже знаете, но, может быть, какие-то новые интересные аспекты вам расскажет наш золотой директор Марина Соловей. Обменяется опытом с вами, расскажет о своих впечатлениях Марина Соловей победитель конкурса на Ведж Профи. И совсем недавно она была в Дублин, в веселой, очень дружной компании. И как один из победителей, она поделится с нами информацией о том, как это все было. И расскажет несколько секретов, как же все-таки удалось ей достичь такого хорошего результата. Мариночка, мы вас ждем. Вот, пожалуйста, подключайтесь. Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как меня слышно? Видно ли меня хорошо? Я рада вас видеть, дорогие коллеги. Хочу вас поздравить с прошедшим Новым Годом и с Рождеством. Всех благ вашему дому, мира, света. Все получалось, и ангел-хранитель вам в пол. Ну что, праздники закончились, да? Можно уже сейчас в понедельник начать активную работу. Кто-то уже включился в первые дни Нового Года. Итак, я рада и благодарю за то, что мне дали возможность выступить и постараюсь за всю команду, которая была со мной вместе в Ирландии, поделиться с вами своими впечатлениями. На самом деле, я хочу еще выразить огромную благодарность руководству компании за это уникальное путешествие, потому что наша компания дает нам возможность развиваться. И это уникальное развитие, которое мы получили за эти чудесные три дня, стоит очень-очень многого на самом деле. И все, кто был со мной, они это подтвердят, потому что ту энергию, которую мы получили там, она зарядила меня, всю компанию, всю мою команду настолько, что действительно мы взяли очень крепкий и хороший старт для новых достижений. Я знаю, что у моих коллег это точно так. И путешествия дают нам возможность постоянно развиваться и совершенствоваться самому. И спасибо компании за то, что она вам показывает, к чему можно стремиться в жизни, как можно путешествовать, в каких отелях можно жить, какие страны можно видеть и какой уровень этих путешествий должен быть. И с каждым разом путешествия все больше и больше, так как наркотик, он тебя просто заряжает, подпитывает и хочется еще, еще и еще постоянно. И ты возвращаешься с каждого путешествия и понимаешь, что хочешь еще. Для того, чтобы еще, для этого нужно хорошо поработать. Поэтому спасибо огромной компании за этот стимул, за эту мотивацию. Это было просто потрясающе. Сейчас я вам расскажу. Как уже сказала Вица, да, те, кто были победителями в конкурсе новой экспроты, три лидера, включая нашего дорогого Асма Полину, мы поехали в Ирландию. Ну, изначально, конечно, мы не знали, что это будет Ирландия. Мы собирались вообще-то все в стоп-голем. И для моей команды тема ухода за лицом, она очень даже актуальна на самом деле. И вообще абсолютно без труда, не напрягаясь, я хочу так даже сказать, мы одержали эту победу, не сильно собираясь туда. Ну, хотелось бы, конечно, поехать и собирались в стоп-голем. Ну, буквально перед самым отъездом нам сообщают, что это будет не Стоп-гольм, что это будет Дублин и это будет Ирландия. На самом деле в Стоп-гольме я была в 2012 году на Золотой конференции. И, ну, да, ты уже был в этой стране, страна очень классная, это родина нашей компании. Но когда тебе говорят, что ты поедешь в другую страну, и эта страна, это остров, да, куда ты, в принципе, сам, ну, в редких случаях, наверное, я думаю, что вот, ну, кто-то бы захотел бы просто поехать отдыхать в Ирландию, да. А даже вот моя подруга, любительница путешествовать, она говорит, не знаю, что я, наверное, ну, не знаю, если бы не предложили вот печь в этих стран, я бы, наверное, и не подумала, что в Ирландии так будет круто и красиво, да. Англия больше всех на суху, на самом деле, да, ну, нежели как бы их бывшая колония, это Ирландия. Так вот, собрали чемоданы, и для меня Ирландия, это, знаете, такая знаковая страна, и я всем говорила, до последнего я вообще, на самом деле, молчала, и я уже буквально даже самим спонсором, когда мне звонили перед самым отъездом, перед самым отлетом, они мне звонят, я говорю, ну, вот мы тут уже на Франсферии, мы собираемся лететь в Дублин, какой Дублин? Я говорю, ну, вот в Дублин, а что ты ничего не сказала? Я говорю, ну, знаете, на самом деле, мне так было страшно, мне казалось, что это все как-то нереально, что я побоялась, наверное, даже больше спугнуть. Почему? Объясню. У каждого человека в жизни есть какая-то любимая книжка или любимый герой, да, на которого ты ориентируешься в жизни. В моей жизни любимая моя книжка – это «Унесенные ветра». Нелюбимая героиня – это Старли Тахара. И кто читал эту книгу, кто смотрел фильм, знает, что она ирландская, на самом деле. И я очень много у этой героини взяла для себя. И когда мне сказали, что я поеду в Ирландию, это было, знаете, как просто какая-то сказка о осуществлении мечты из юношества, когда, там, будучи еще там 15, 16, 17 лет, и читаешь эту книжку, и тебе вот просто, да, и ты представляешь вот эти прерии, да, Ирландии, и что ты поедешь туда, в страну любимого героя, ну, на самом деле, это дорогого стоит. И я смело могу сказать, что мечты в нашей компании сбываются, и это ни с чем не сравнимое удовольствие. И, конечно же, одной из причин, почему мы полетели в Ирландию – это научный исследовательский центр, который там находится, я тоже об этом вам расскажу. И иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. На самом деле так и есть. Когда я возвращаюсь в путешествие, ты возвращаешь немножко другим человеком. Это путешествие, вы знаете, все путешествия, которые были в этом году, буквально вот 4 месяца последних, которые были, они все для меня были очень знакомые. Это путешествие в Точи, я благодарна тем лидерам, которые были там со мной, и тем лидерам, которые были в Ирландии, потому что они сейчас сделали ту систему работы, то мое видение бизнеса, которое есть сейчас у меня. Поэтому огромное вам спасибо, низкий поклон, мои дорогие коллеги. И все начинается с полетов. На самом деле, с полетами тоже было очень все интересно. Почему? Потому что было два перелета. То есть мы летели с пересадками, куда мы летели с пересадкой в Панилии, обратно мы летели, обратно летели с пересадкой в Амстердаме. И это действительно не так, очень даже интересно, с учетом того, что, наверное, вот я посчитала, что все вот эти полеты, даже включая перелеты в Ирландию, у меня всего только 10 полетов. Поэтому есть так, к чему стремиться, потому что вот когда пообщалась с Наташей Шковской, я не знаю, здесь есть Наташа или нет, у которой только за год было 14 перелетов, да, тоже вот один из плюсов общения, когда ты понимаешь, что тебе есть, к чему стремиться, и у кого брать пример, привет, у кого брать пример, и действительно, ну, это круто. Особенно вот меня поразил вот этот самолетик небольшой, да, буквально прям, как такой, знаете, личный такой самолет, который велся, на котором мы летели с Парижа в Ирландию, такой маленький бизнес-класс, знаете, такая мини-маршруточка такая. Там все бизнес-мены в основном, и все такие компактные, компактные, да, которые просто вот летают. На самом деле мы увидели, что вот эти перелеты, которые там в Дублино, в любую страну европейскую, ну, по крайней мере, вот, которые рядом находятся, там час, ну, час с небольшим. То есть для многих это действительно просто вот сел, долетел, там на работу прилетел, вечером снова на самолет, да, и обратно. То есть люди так летают каждый день своего рода, это вот так просто обычный там транспорт ежедневный, да, но на самом деле очень прикольно, да, на это посмотреть. И когда путешествуешь в компанию, ты понимаешь, что, что значит стремиться к совершенству. Это всегда лучшие номера, это всегда лучшие отели. И огромное, конечно, спасибо, потому что отель был вот один из старинных таких отелей, Дублина, расположенный в центре города, то есть ты выходишь, тебя там все буквально рукой подать, расцветание неимоверное. Больше всего меня поразило, вот заходишь в номер, ты смотришь обстановку, и заходишь в ванну. И я захожу в ванну, у меня просто, ну, как бы, возможно, те, которые изучали там Англию, у меня основной язык был немецкий, и я больше немка, английский у меня был второстепенный язык, скажем так, совсем второстепенный. И я никогда в жизни не сталкивалась тем, что, ну, двойные экраны. Когда я зашла именно в ванну, у меня раздался диких опыт, я говорю, Ира, иди посмотри, мы жили с Ирой Писюк в одном номере, и надеюсь, что Ира тоже здесь есть. И я захожу в диких опыт, говорю, что это, как это вообще? Ну, то есть мы успокоились тогда, когда увидели, получается, с одного крана течет холодная вода, с другого крана течет только горячая вода, понимаете, да? То есть для того, чтобы умыться, мы брали, я брала вот холодную, набирала ладонь, и потом быстренько на горячую, да, то есть мы вот таким вот образом туда-сюда. Мы когда увидели, я увидела душ, и так думаю, так, с души, я надеюсь, течет общая вода. На самом деле у них просто в Дублине, ну, в принципе, небольшие строения до трех этажей, и они не выдерживают сильно большого давления, как у нас. То есть они не могут сделать этот общий вот этот кран, да, поэтому у них они раздельные. Вот, это, ну, это просто такое облегчение, как бы, этого. Хотя вот в отеле предусмотрены общие душевые, но на самом деле очень прикольно, на самом деле. И очень неудобно, я не знаю, как они так живут, но вот это и скультура. Очень, я еще раз, да, хочу повторить про суперпозитивных коллег, которые сделали это путешествие. Вот, на самом деле это была, вот знаете, ну, такая мини-золотая конференция. Прямо вот все так вместе и сплотились, очень хорошая компания, и пусть людей там было не очень много, но, наверное, это просто действительно, это и огромный плюс этому, потому что мы могли все друг с другом очень близко пообщаться, и это был большой очень обмен опытом, и на самом деле, ну, ты заряжаешься этой энергией, ты понимаешь, к чему тебе стремиться в жизни, и это дает огромный запас для дальнейшей работы. Это мы в одном из местных пабов, у них очень принято, то есть эти пабы там буквально на каждом шагу, эти пабы буквально там забиты детком, ну, вот это один из первых дней, когда мы были, вот буквально там такой полусвободный паб, обычно вот потом в последующие дни, когда мы заходили в каких-то, то есть пытаясь в поисках там где-то там посидеть, мы не могли даже найти свободные места, девочки подтвердят. Просто-напросто все забито, вообще вот они сидят вот так вплотную, эти ирландцы, они горлопами на весь вот этот паб, они друг к другу перекричат, третий кивы, то есть там вообще друг друга не слышно просто, да, и мы такие четыре заходим в этот паб, такие поворачиваемся, ну, я понимаю, что это просто дурдом, ну, вот просто дурдом, и здесь нет, все занято, все забито, мы поворачиваемся обратно, идем в следующий, потом опять в следующий, я уже просто не выдержала, говорю, блин, почему, что они всем дома не сидят, почему они все по этим пабам ходят, у них что, семей нет, у них детей нет, или что, и мы заходим в вот пятый уже буквально паб, и, а там сидят просто вот с детьми, там, да, с семьями, я говорю, ну, все понятно, то есть, да, культура никуда не попрешь от этого, у них это принято, вот настоящие ирландцы, с этими семьями вот в этих пабах, и это, ну, действительно очень интересно, на самом деле. Очень красивая новогодняя вот эта атмосфера, которая там, да, была, и это все настолько заряжает вот просто духом Нового года и Роспорта, когда вот это был, да, там, 13 декабря, когда мы там были, и сама просто по себе вот эта культура, вот эта Ирландия, это страна Остера Уальда, это страна ирландского виски, ну, на самом деле, как бы, ну, вот, пили виски, я пробовала там, да, виски, но вот это вот оказывается разница между ирландским и шотландским виски в том, что в ирландского нет торфяного привкуса, да, то есть это вот как одно из таких, хотя, на самом деле, ирландский виски до недавнего времени был номер один, вот, и в Ирландии благодаря, я забыла, как его зовут, но, в общем, благодаря одному из владельцев стартно-табачной индустрии появились вот эти вот Дьюти-При, которые сейчас есть в аэропорту, то есть ирландцы, да, вот, ну, как бы, родоначальники Дьюти-При. Очень красивые, на самом деле, замки, вот этот университет, который там 16 века, все очень здорово, вот, на верхней торфе, слева вверху, это украшена так мэрия, то есть вот при входе в мэрию стоит очень много елок, такие фигурки там, да, мы сначала думаем, боже, что там так красиво, это вот, ну, просто, когда мэр принимает детей, да, чтобы вот детям было интересно, комфортно они себя чувствовали, ну, на самом деле, очень-очень красиво, это собор цветового патрика, вот, как-то это неимоверная зелень, тепло, на самом деле, было очень-очень тепло, и, ну, да, где-то там ветер дул и так далее, но по сравнению, конечно, с Беларусью, да, вот эта постоянная зелень, вот эта атмосфера какого-то, ну, сырость чувствуется, да, то есть вот эта сырость Англии и в Ирландии тоже, это все очень-очень чувствовалось, да, все для детей очень-очень красиво, на самом деле, и, ну, один из таких, да, вот их, их, сейчас вот вылетело, слушайте, слово просто из головы, их вот эти вот знаковые вот эти блюда, да, которые были, ну, во-первых, постоянно вот это виски, да, то есть горячие виски, виски в кофе, во всех видах везде только виски, то есть останавливаются в павок эти виски, там, да, ну, пиво, гилья, о, красиво большое, да, традиционно бывает, выскакивает из головы, смотрите, и вот мне очень понравился их рыбный суп, да, нам сказали, ну, попробуйте рыбный суп из морских гадов, мы так сразу все переглянулись, а я на самом деле очень-очень люблю морскую кухню, и, ну, я говорю, ой, надо попробовать, очень классно, она морской суп, он со свистами, нету там особо никаких гадов, сколько Наташа там, в принципе, не пыталась их найти, ну, там просто семга, форель, ну, то есть это все очень-очень вкусно, на самом деле, да, там лимончиком заправить, очень-очень вкусно, вот, и вот это вот горячие, горячие виски, видите, с корицей, ну, на самом деле, вот, да, когда ты гуляешь очень долго по экскурсии, можно вот согреться, для того, чтобы согреться, то есть для них это вот просто норма, зашел, выпил и пошел дальше. Теперь я расскажу про научный центр исследований и разработок в Дублине. Начну с, именно там, где, с Оридер, там, где тестируется именно наш новейдж, где разрабатывается, где стоит вот такой аппарат, где буквально слева внизу, или не считай, да, это один из лидеров Казахстана, тестирует на себе аппарат для тестирования кожи новейдж, который выдает, вот там, где на экране, буквально вот этими точечками показывает, где уже пошел процесс вот этого обвисания, да, кожи, вот это красное, где вот уже начинает теряться упругость. Выключается свет, он выключал свет, это такие вот лучи по коже, да, буквально там, наверное, минут 5-6, и уже показатели вытечиваются, то есть нам рассказывали про желающие, естественно, которые оплачиваются, потом тестируют на себе, там, да, это новейдж и показания до и после, но, собственно говоря, это самое клиническое исследование, про которое мы рассказываем, когда говорим о новейджах. И гордость берет, на самом деле, за организацию всего этого процесса, за тех работников, которые там есть, и за все инновации, которые там присутствуют. Вот здесь слева вверху это окраска для волос, да, то есть вот эти цвета, как говорится, нужного цвета. Мы тоже там пытались, мешали, там были такие баночки, где вот именно учились мешать цвета, достигать нужного цвета. На самом деле это очень сложно, сколько там девчонки не добавляли там, да, синий, желтый, там, какой угодно, но вот как-то нужный цвет вот просто никак, да, на на самом деле, да, ну, понятно, что профессионалы работают, но это не так все просто. Справа вверху это знаменитый диванчик с губками, да, все, кто знает рекламу, это он и есть, на котором мы сфотографировались. Справа внизу мячик, да, и кокос. Нам на этом делали сравнение именно состояния кожи после 40 лет. Вот если до примерно 30 лет она упругая, да, как вот этот вот мячик, то после 40 она становится вот как кокос, то есть она не возвращается вот в обычное состояние, она становится уже дряхлая, непрогребная, твердая, и на бэйч уже для того, чтобы вот вернуть ей вот эту упругость. Еще вопрос и разговор был о том, что когда происходит вот это вот проседание в так называемой бульдожье щечки, да, когда задавали вопрос, стоит ли пользоваться на бэйч только вот сугубо там 40 плюс, и все, вот если у человека есть какие-то индивидуальные проблемы до этого, да, то есть, ну, стоите там 30 лет, да, когда вот эти вот бульдожье щечки появляются, так называемые, уже вот этот ultimate list на бэйч, да, который вот 40 плюс, его стоит именно пользоваться, потому что уже здесь видимые именно вот изменения в структуре кодов. Абсолютно все наши серии на бэйч получили патенты, да, просто чтобы, ну, чтобы мы знали, эти мотивировали. И слева внизу, что это за баночки, очень многое там было секторов, где тестируются на температуру, на сроки хранения нашей продукции. Ну, в частности, здесь вы видите тональное средство, пудра, то есть при температуре 25 градусов, при температуре 4 градуса, при температуре 40 градусов. Причем это тестируется не один день, там, да, а баночку ставят на полгода, смотрят на ее изменения. По структуре, может ли она пережить свой срок годности, что с ней станет, по, именно, по действию своему, да. Там же мы видели и Олега стоит, который тоже тестирует в разной температуре. На самом деле, вот такие вот как бы мини-боксы стоят такие, ну, очень-очень интересно, то есть ты понимаешь, что какой огромный путь вообще проделывает вот эта баночка, да, прежде чем попасть в каталог. И особенно вот я, когда писала своим там лидерам, да, говорю, ну, вот сейчас листает в каталог, ой, что-то я себе ничего не выбрала. Так, чтобы вот хотя бы одна тональная основа попала вот сюда, в каталог, да, какую на самом деле работа проделывается. Какая работа проделывается. Инновация, посмотрите, это все новые продукты, которые у нас появятся. Это новейдж мужской, внизу вот серенький, потом сверху это тональная основа мус, и она у меня на руках, вы видите, вот разница именно в руках, и новая тушь, которая у нас будет скоро, появится у нас она с 12 каталоги 2017 года. Тушь называется без компромиссов, очень, она будет водостойкая, то есть она будет смываться обычными средствами для снятия макияжа, вот, и смываться будет именно теплой водой, холодной водой она смываться не будет, и очень тяжело добиться объема в такой туши, но компания наша добилась, и объем составлять будет именно 93 процесса. Тортик такой с помад очень классный нам сделали, и будет обновляться с пятого каталога, обновление будет именно серии Love Nature, то есть она будет еще более натуральной, и там будут присутствовать компоненты, которые не загрязняют воду и почву, то есть это компоненты биоразлагаемые, еще которые будут растворяться именно в самой формуле. Это мы, видите, кого споймали, узнали, кто это? Ален Мабон, на самом деле, это было совершенно случайно, он приехал в Дублин, и, ну, естественно, как бы мы все его, буквально мы собирались выходить, уже его споймали, он был несказанно счастлив, увидеть такое количество счастливых лидеров, да, которые жаждались с ними сфотографироваться, это очень-очень круто, вот, он не ожидал этого, и, ну, собственно говоря, получились такие классные сфотографии. Когда мы были там в центре, больше всего поразило то, что действительно, во-первых, сами вот эти сотрудники, которые там работают, все позитивные, все очень учтивые, те люди, которые средний буквально возраст работы их в центре составляют где-то примерно около 10 лет, есть те, которые работают и 25, и там и больше, и на самом деле, как бы, центр самому уже 45 лет, почему он находится в Дублине, потому что когда-то раньше там был завод, завода сейчас там нет, там сейчас просто институт именно вот исследования, поэтому те впечатления, которые там получаешь, на самом деле они действительно, ну, дорогого стоят. И что хочу вам сказать, что человеку делают счастливым именно три вещи, любовь, интересная работа и возможность путешествовать, и все эти путешествия, которые дает нам компания, они не случайны, они делают нас, делают нашу жизнь, делают нашу работу и стимулируют нас к успеху. Поэтому я вам искренне желаю больше путешествий, больше возможностей и головокружительного карьерного роста. Те результаты, которые сейчас имеет реклайн Беларуси, от всей души поздравляю, потому что это на самом деле обалденные результаты, всем легкого и быстрого закрытия, и, конечно же, путешествий на золотых менеджерских и бриллиантовых конференциях. Все, спасибо всем большое за внимание, всего доброго, отличного дня, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, Марина, спасибо за такое выступление. Спасибо большое, что поделились своими эмоциями. И действительно, компания «Рифм» предлагает очень-очень много возможностей для путешествий. Это будут только какие-то конференции или какие-то квалификации и конкурсы. И совершенно невероятно отправиться в Ирландии. Такая страна, мне кажется, абсолютно сказочная, из какого-то другого мира. И вот такая возможность предоставилась нашим лидерам. Мы также продолжаем наш вебинар. Хочу отметить нашу категорию, в которой мы по странам СНГ лидируем по всем показателям. Категория «Велнос». Вот вы видите на своих экранах рейтинг топ-лидеров, которые лидируют в продвижении этой категории. И хочется отметить, посмотрите, пожалуйста, Ольга Потапович. 65% в структуре Минская область. И Ольга – лидер, которая работает именно с категорией «Велнос». Как вы знаете, у категории «Велнос» у тех структур, которые работают с ней. Очень большая активность, очень большое, очень хорошее приглашение и очень-очень маленький процент засыпания консультанта в структуре. Это доказано, это факт. И сейчас мы бы хотели пригласить на обмен опытом следующего лидера Татьяну Кургутлова, которую вы все знаете, с ее эффектным, очень красивым портфолио, с классным результатом. И Татьяна бы недавно была на съемках в Стокгольме для нового глянцевого издания компании «Эрифлейм». Не скажу, какого, может быть, кто-нибудь догадается. И Татьяна поделится с нами своими впечатлениями о том, как это было, и расскажет пару фишек, пару секретов. Пожалуйста, Татьяна, мы вас приглашаем. Всем добрый день! У меня обычно вечером вебинары. Как меня слышно? Давайте сразу же проверим, пока я включаю свою презентацию. Немножко волнуюсь, знаете, давно не выступала. Праздники. Здорово. Спасибо. Ну, могу честно сказать, что мне очень волнительно и очень приятно выступать перед всеми вами. Такое количество вебинаре людей, честно говоря, меня очень, знаете, как прям вдохновляет. Поэтому, наверное, такое волнение, потому что вроде бы сидишь дома, но, тем не менее, такое количество участников. Спасибо вам, спасибо лидерам, что пригласили, руководству, что такие у нас есть вебинары. Ну, и, конечно, вдвойне приятно, что, вы знаете, вот сейчас смотрела на рейтинги, и мне было, ну, просто, вот, знаете, аж сердце затряслось, потому что из 15 лидеров wellness 4 – это моя структура, и я, в общем-то, этим очень горжусь. Я понимаю, что, наверное, все-таки моя мечта, о которой я думаю, я думаю, ее нужно озвучивать почаще, это «Беларусь номер один по продажам wellness» все-таки произойдет, потому что вот сейчас, когда Вита сказала о том, что мы там где-то лидируем, хотелось бы, конечно, видеть рейтинги там, среди стран, чтобы мы постоянно их видели, чтобы понимали, в правильном ли мы направлении движемся, но, поверьте, мне уже от этого приятно. Ну что ж, расскажу вам сегодня… Сейчас я успокоюсь. Расскажу я сегодня вам о том путешествии, о котором я даже, возможно, даже не мечтала. Хочу сразу же выразить благодарность руководству компании и, в частности, нашему руководителю Катерине Мамедовой, потому что я знаю точно, что на каждой какой-либо встрече Катерина всегда вспоминала об этом результате. И, знаете, я могу честно сказать, говорила неоднократно, нам с вами правда очень сильно повезло, что у нас есть такое руководство. И я думаю, что с таким руководством мы можем любые свои амбициозные мечты осуществить. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы в рамках Белоруссии что-то подобное произошло с нашими женщинами, то, о чем я сейчас расскажу. Потому что это действительно вдохновляет, это действительно окрыляет. И, знаете, ведь вот сейчас Вита попросила поделиться фишками, хотя меня просили просто рассказать о Стокгольме. Но я обязательно скажу. Ведь на самом деле каждая женщина хочет быть красивой. Даже не хочу сказать, что там больше она хочет быть успешной. Наверное, больше хочет быть красивой, чтобы обращали внимание, обаятельной. И вот, наверное, вот эту красоту женщина и покупает. Поэтому, ну, наверное, тот образ, который я получила в Стокгольме и то, что мне предложили стилисты, я надолго сохранил в своей памяти и обязательно этим воспользуюсь. Ну и сейчас немножко по порядку. В Стокгольме я, конечно же, не первый раз была. Впервые я была на юбилейной конференции в 2012 году, золотой конференции. Честно говоря, мне этот город поразил тем, что там было очень спокойно. Там были такие, знаете, и вот такие толерантные люди. Мне показалось, что я вообще как дома, честно говоря. И вот я, когда уже делала презентацию, я посмотрела, что вот прошло всего-то 4 года, а я вообще в корне стала другая. Возможно, это заслуга Стокгольма. И я думаю, что вот тогда, в 2012 году, Стокгольм оставил такие неизгладимые положительные впечатления в моем сердце. И сейчас произошло то же самое. Судите сами, конечно. Как я уже сказала, побывать в Стокгольме – это то же самое, что побывать дома. И мне в этот раз посчастливилось побывать именно в зимний период времени, потому что я увидела Стокгольм во всей красе. Столько анимаций. Я, наверное, даже с детства, если собрать все анимации, то я не видела столько красоты, потому что я, вы знаете, ходила по улицам этого города, у нас было действительно время, я гуляла, и я даже не боялась потеряться, потому что вот красота этого города просто была настолько притягательна, что я шла, шла и шла, куда глядят глаза, и просто не выпускала из рук фотоаппарат, камеру, потому что, знаете, хочется не просто сфотографироваться, а хочется вот то состояние, наверное, души передать, что происходило со мной в тот момент. И вы знаете, если впервые поездка, когда я впервые была в Стокгольме, это был, наверное, больше шопинг, да, это, знаете как, вырваться, наверное, вот вырвалась, как говорится, из тех наших стандартных рамок и увидеть Европу, и там побывать в шикарных магазинах, то сейчас я уже ехала в Стокгольм немножко с другим настроением, я больше, конечно же, хотела его увидеть, погулять, просто вот ощутить вот эту атмосферу, спокойствие, удобство. И, конечно же, так, как это произошло с моей любимой компанией, то это вдвойне было приятно. Знаете, сейчас немножко перейду, я волнуюсь немного, так, это уже совсем далеко, ага, щелкала, вот. Как, в общем-то, все было? Вы знаете, я вообще, честно говоря, думала, что это нереально, и что, ну ладно, там, за заслуги, там, ну да, но все равно должен быть какой-то волшебный билет или лотерейный билет, да, но мне все время до последнего мне казалось, что это не произойдет. И когда я встретилась в Москве с основной уже группой, а группа была из пяти человек, вот вы сейчас видите всех участников нашей группы, все абсолютно друг друга не знают, это абсолютно разные города, разные страны, допустим, вот наш руководитель Наталья, она в белой кофточке, она сама из Москвы, дальше в красной кофточке, это моя соседка по комнате, это Крым, дальше идет Россия, Север, да, то есть такие абсолютно разные города, и мне был конкурс историй, который проходил в Москве, и чья история больше всего понравится, да, то есть я, честно говоря, не знаю, как это происходило, но тем не менее, одна из моих историй, да, то есть моя история также была победителем, ну, наверное, все-таки я так думаю, их поразило количество килограмм сброшенных, потому что очень много, ну, вот я, допустим, из всей группы, вот единственный Иван, который рядом со мной стоит, он сбросил практически 60 килограмм, да, и что самое интересное, исходя из истории, которую мы написали, представляете, компания придумала нам образ, об этом я чуть попозже расскажу, а сейчас, вы знаете, я хочу вам рассказать о том, как компания вообще заботится о своих партнерах, о нас с вами, потому что, знаете, я и так была уверена в том, что я в правильном месте, да, в нужное время когда-то пришла, но сейчас я с компанией настолько уверена, да, что, ну, что это даже не 100%, это больше тысячи процентов, потому что вот история одной из участниц меня просто, меня просто поразила. Это Оксана, она вот в красненьком свитере, вы ее сейчас видите на фотографии, мы были с ней в комнате, и вы знаете, когда она рассказывала свою историю, как она попала вообще на фотосессию, мою наверняка вы все уже знаете, не буду заостряться, но ее история меня просто поразила до слез, мы сидели с ней вместе в комнате, и мы плакали, и мы реально плакали, и благодарили и компанию вообще, и Бога, и опьемников всех на свете, потому что вот то, что сделала компания, мне кажется, это был вообще просто поступок, ну, знаете, вот такой вот, ну, высокий очень для меня, это значимый поступок, так как Оксана из Крыма, естественно, ей не давали визу на выезд в Стокгольм, и она подавала несколько раз документы, в разных посольствах ей отказали, ну, по всей вероятности это было связано с теми изменениями, которые происходят между Россией и Украиной произошли, да, в отношении Крыма, и компания, представляете, она не, ну, сказала ей, что там, ну, что ж, Оксана, да, вот, ну, так получилось, так вот, да, сложились обстоятельства, ты не можешь, к примеру, поехать. Представляете, ее вызвали в Москву, да, оплатив ей также поездку, вызвали ее в Москву, и Оксана, будучи уже в Москве за день до вылета подавала документы по-срочному в итальянское посольство. Хотя вот те, кто часто бывают за границей, они понимают, что если открыла, к примеру, визу, там, шведское посольство, да, значит, соответственно, нужно в первую очередь съездить в Швецию, а если итальянское, значит, обязательно нужно съездить в Италию, представляете, Оксане открыло визу итальянское посольство, и, представляете, а летели там в Швецию, честно говоря, я вообще только, знаете, вот, просто когда все это прокручивала, представляю, с каким настроением и волнением и руководитель, и она, представляете, летели уже в самолете с Москвы в Швецию для того, чтобы понимать, вот откажут ей сейчас, не откажут, а если откажут, а что делать? Вот для меня это очень высокий поступок, компания настолько взяла ответственность за этого человека, да, понимаете, что Оксана сбросила 30 килограмм при помощи велнос и при помощи йоги, да, при помощи которой она и строит бизнес, да, то есть физическая такая у нее активность необычная. Она стала строить бизнес еще быстрее и помогать людям оздоравливаться, да, и вот ее история именно тронула, обязательно читайте все истории в той книге, про которую говорила Вита, и вы знаете, я знаю точно, что даже мы сами участники не можем сказать, когда в течение года выйдет наша история. Скорее всего, в каждом издании будет по одной истории, которая, в общем-то, снималась. И самое интересное, что, вот как я уже сказала, каждому из нас досталось, как сказать, от руководства, от стилистов свой образ в этой фотосессии. Ну, конечно, еще одним из главных, как говорится, моментов, это, как вот рассказывала Татьяна, выступающая передо мной, конечно же, это вот как компания сопровождает. Номера люкс. Ужин каждый раз, обед, это тоже за счет компании. И вы знаете, наш руководитель Наталья группы, она все время, ей огромная благодарность, она все время старалась нам что-то рассказать, показать. Она все время нас вот записывала в какие-то вечерние рестораны, говорит, нет, мы вот сегодня пойдем в тот ресторан. И вот мы каждый вечер, представляете, мы были в новом ресторане и пробовали блюда, но у них просто огромные, ошеломляющие блюда. А обед, вот именно в день фотосессии мы провели вместе с фотографами, это было и с редактором именно фотостудии, с режиссерами. Это было очень приятно, потому что мы видели эту всю атмосферу изнутри. И там, вот я даже с вами решила поделиться одной из фишек, и там нас угостили таким замечательным напитком, вот я его разместила посередине, это вода с огурцом. Я сразу, в общем-то, подумала, ну да, шведы, в общем-то, они всегда были за здоровый образ жизни, и у них действительно это проскакивает не то, что там у нас бывает, нальют либо компот, либо сок какой-то, да, ну, к примеру, там, быту. А там у них вот такой вот замечательный напиток, вода с огурцом. Достаточно приятный вкус, и самое главное, что это еще и полезно, очень хорошо освежает. Поэтому возьмите себе на заметку, пожалуйста, вот в велнес-клубах у нас сегодня вот красная вечеринка, велнес-ужина, и сегодня своим участникам, которые покупают продукцию велнес, естественно, мы будем тоже рассказывать эту фишку и угощать вот таким простым, но зато красивым напитком. Это тоже очень важно. Вроде бы казалось ничего нового, ничего такого суперского, но тем не менее это еще и красиво. А хочется иногда попробовать. Ну и давайте я вам расскажу, потому что уже прям хочется перейти к этому моменту, как же все-таки это было. Честно говоря, я вот была просто в таком, знаете, в ожидании, вот в ожидании прям, ну что с меня такое сделают, вот что с меня сделают такое. Ну думаю, наверное, это будет, как я блондинка, да, это, наверное, стандартная будет красная помада, да, там ярко выраженная темная там подводка, глаза, ну что-то такое. И тут, знаете, самое интересное, что я просто вот не представляю, это было придумано в последний момент, либо это было вот непосредственно придумано заранее. Но как мне кажется, это было придумано абсолютно заранее, потому что моя стилист, когда я только зашла в студию, она на меня так пристально смотрела, улыбалась. Потом для каждого из нас была приготовлена прям целая вешалка, и там было несколько платьев. Ну, у каждого, у кого платье, у кого там спортивная одежда, у кого, смотря у кого какая история. У меня история, это было связано с шоппингом, вот. И когда я писала, что с детских лет я всегда страдала от того, что не могла одеть те платья, которые мне нравятся, потому что был большой вес, и сейчас я могу это делать с большим удовольствием, то компания позаботилась об этом. И, конечно, моя вешалка, она была, ну, как мне кажется, она была самая красивая, потому что там висели вообще, там висело, наверное, около десяти платьев, и все они такого были, ну, разного абсолютно цвета, разного формата и фасона. И я, когда пришла, я сама себе думаю, вау, это все мое, никому не отдам. И я, вы знаете, мне предложили это все мерить. Там еще самое интересное, стилисты, они все-таки, знаете, такие заботливые люди, как я говорю, но они действительно, наверное, до конца не знают, как работает наш велнес. Они ожидали, представляете, когда вот они мне рассказывали об этом, у меня, правда, аж по-хорошему, вот я смеялась, и они ожидали, что женщина, которая сбросила 70 килограмм, она придет такая, знаете, вся такая вот прям, ну, нужно будет собирать кучу, там, какие-то привязывать чем-то, или, ну, то есть в отношении кожи. Они думали, что это будет что-то такое, нечто такое разваленное. И они мне приготовили всякие вжимающее, вжимающее нижнее белье, на что я когда посмотрела, ну, в общем-то, знаете, там для каждого была отдельная такая огороженная ширма, где мы раздевались и полностью, и, в общем-то, переодевались. Переодевались мы, конечно же, перед стилистами, потому что они сразу же смотрели, как нам одеться из низу до верху. И когда они мне предложили одеть вот это вжимающее белье, но они говорят, вы знаете, вам не надо, говорит, ну, вы оденьте, говорит, потому что мы это задумали. Представляете, насколько вот шведы, они если задумали, то это обязательно должно быть. И когда я одела это белье, то они поняли, что оно мне большое. И они говорят, так задумывались, да, говорит, наверное, лучше без чего. Затем мы мерили несколько платьев, и мне понравилось, ну, как, а мне все понравились, им тоже все понравились. На каждое платье они кричали, вау, супер, русская женщина. Они просто когда смотрели, они, наверное, просто сами восхищались. Но когда я одела одно платье, я сейчас хочу вам сказать по секрету. Мне нельзя его показывать. Я так расстроилась, когда мне его подарили и сказали, что вы не можете его одевать до тех пор, пока оно не выйдет на экран. Но я сегодня осмелилась. Их верх платья вы видите на мне. И я вот сейчас специально его одела, потому что, чтобы снова вам передать вот те эмоции, которые вот сейчас просто захлестывают меня. Потому что я в том платье. Оно просто ошеломительно. Я в нем такая красотка. Вы даже себе не представляете. Когда вы увидите эти фотографии, то вы поймете, о чем я сейчас говорю. И вот что наши женщины покупают? Они, вы знаете, они вот и покупают вот эти эмоции. Они вот и покупают вот эту радость. И поверьте, если вот так вы будете подходить с такой красотой и энтузиазмом к продаже нашего продукта замечательного wellness, то неважно вообще. Это будет интенсив программа. Это будет пять коктейлей сразу купить. Вообще неважно. Они просто купят. Только лишь потому, что они захотят быть такими энергичными и счастливыми и красивыми, такими как вы. Поэтому, когда вы продаете продукцию wellness, вы просто будьте такой красивой. Вы просто излучайте здоровье. И тогда продажи пойдут всегда вверх. И вот этому я учу своих лидеров. своим примером. Больше никак. Я всегда везде на сцене говорю. Только личный пример. И неважно. Поменяйте что-то во внешности. Накрасьтесь по-другому. Оденьте другие платья. Начните ходить в этих платьях. Начните ходить в платьях до пола. И тогда вы поймете, о чем я сейчас говорю. И, вы знаете, самый интересный процесс фотографии это не просто там, знаете, вот стали и вас отщелкали. Потому что моя фотосессия длилась где-то около часа-полтора. Потому что стилисты придумали для меня образ именно шопоголика, который очень любит, человека, который любит очень шопинг. А это на самом деле так. Я, может быть, раньше не могла даже себе и признаться в этом. Но, тем не менее, я понимаю, что да, в каждой стране, вот казалось бы, вот даже вот недавно буквально вернулась с отдыха, и моя мама говорит, Таня говорит, я буду ругаться с тобой, потому что ты уже, говорит, просто дети, говорит, шкаф ломится, им тебя шкаф ломится. Да, и всегда, и почему-то всегда нечего одеть. Ну, это как, в принципе, в нормальной жилищей, да, тогда может быть. Так вот, когда делаются фотографии, буквально, знаете, вот фотограф Стив, да, вот он слева сверху, в основном смотрит на вас именно там, где вы фотографируетесь, на вас смотрит фотограф. А каждая фотография, она сразу же автоматически попадает на монитор. И вот если вы посмотрите на фотографию снизу, то вы увидите, что как только ваша фотография попала на монитор, то есть он щелкнул, и она сразу же там, то сразу же все обсуждают ее и смотрят. И вы не видите ее, вы видите только эмоции людей, да, которые смотрят на монитор. И вот благодаря вот этой ситуации я поняла, какие вообще, какие улыбки, какие позы мне идут, как вообще вести себя, потому что, когда я стала такая серьезная, ну, знаете как, надо же начинать с чего-то фотосессию, становишься, да, серьезно. Раз фотография, все молчат. Два фотография, все молчат. Потом Стив начал кривляться, он начал, хотя он по-русски не говорит, но он что-то начал говорить. Естественно, ну, как сказать, я как истинная блондинка ничего не понимаю, но чего-то представляю, что он там начинает говорить. Ну, у каждого свое представление. И я начинаю смеяться, я начинаю улыбаться, потом меня это начинает возмущать, я начинаю махать руками и говорит, что ты мне говоришь. А у него, оказывается, ему так понравилось вот это возмущение и махание руками мое. И вот это то, что я могу еще вот так вот с позу встать. И он сказал, вот это и будут самые, наверное, продвинутые фотографии, которые мы и разместим. На что, когда я услышала эмоции всех редакторов, стилистов, они вау, есть, 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 говорит, вот та фотография. И вот они кричали там и говорят, есть, есть, смотрите, вот это, вот это. То есть, да, они как бы уже начали обсуждать тот процесс, который пошел. А мне потом переводчик сказал, что, а вы просто, говорит, вот играйте здесь, вот играйтесь, вот делайте, что хотите, говорит. И еще было несколько кадров, которые меня фотографировали возле зеркала, потому что они очень хотели, чтобы, вы знаете, как, чтобы я была в отражении. Ну, там, наверное, очень высокие будут моральные, как говорится, мысли высказываться, наверное, в этой статье, потому что вот это вот сравнение будет, да, зеркалом там, да, отражение. И вы знаете, это очень меня окрылило настолько вообще вот эта вот вся фотосессия, что вам даже не передать словами. Наверное, мое сердце тогда, в момент этой съемки, оно не просто тряслось, а я думала, оно просто вырвется. Мне даже иногда казалось, что я стою, а у меня, как говорится, грудь трясется от того, что бьется сердце. Ну, честно говоря, мне очень бы хотелось, чтобы хотя бы даже в рамках Беларуси наши женщины получили вот хотя бы немножко таких эмоций. Это действительно будет окрылять, и это нам еще с вами поможет. Хотя я согласна с тем, что продукция Wellness – это не только коррекция веса. Абсолютно с вами согласна. И согласна, ну, знаете, я могу, честно говоря, сказать так, что каждая женщина, ну, сейчас, наверное, коррекция веса – это бич. Потому что если вот спросить вас здесь, кто доволен своим весом, то, наверное, это вот считанные люди. Даже я еще не довольна своим весом. И в конце я хочу вам пожелать и сказать, что мечта – это курс твоего движения, в котором только вы художник. И если вы видите то, к чему вы идете, то вы обязательно туда придете. И правильно говорят – начните любить себя, и у вас обязательно, обязательно все получится. Действуйте, успехов вам, хороших вам продаж. И помните, что покупают ваши эмоции, покупают то, как вы это любите, как вы это любите, и как вы об этом рассказываете. До встречи на наших вебинарах. Спасибо вам за то, что вы меня слушали. Успехов вам, хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитрыay Добавил субтитры DimaTorzok Смотрите какие-то фишки. 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 фишки. Смотрите какие-то фишки. Смотрите какие-то фишки. Смотрите какие-то фишки. Фишки. Смотрите какие-то фишки. Смотрите какие-то фишки. Сталина и так далее. Друзья dado да. В любом случае будет результат. Я дала себе четко такую установку. Что я не останавливаюсь. Ни на один день. Почему? Потому что если я останавливаюсь на один день, на неделю, значит мне приходится все начинать заново. По этому темпу я себе задаю сама. И конечно тоже. От работы получать удовольствие. Если приходили такие моменты, когда я уставала, от такого графика. Потому что ему не всегда привычно было. Сейчас я уже влилась. Я себе устраивала такие, какие-то на два ухтышки. То есть делала те действия, которые мне приносят очень большое удовольствие. Для кого-то это, возможно, шопинг, для кого-то это бассейн, йога. У каждого, наверное, свой момент. И для меня это помогало держать мотивацию, держать форму и идти дальше. Как я уже говорила, скайп сейчас для меня это мой офис. Что мы делаем в нашем офисе? У нас, во-первых, все группы, они на сегодняшний день сосредоточены в скайпе. Все переписки, личные какие-то собеседования, личные встречи, все это проводится в скайпе. Плюс в скайпе мы еще проводим планерки с командой. У нас на сегодняшний день самые активные группы – это поддержки новичков. Эти группы есть у каждого менеджера за 12%. Там новички получают обучение. Плюс у нас такая цель, что один пост в день должен размещать менеджер. Это мотивация, это какие-то поздравления, возможно, инструкции по размещению заказа. Дальше чат. У нас есть группа ключевых партнеров. Ее уже наполняют директора. Там самая большая задача – это обучение. Про это я тоже сейчас проговорю. У нас есть wellness-группа в скайпе. Также у нас есть продуктовая группа, но она уже находится в вайбере. Все, что касается продукции, отзывов, фотографий и так далее, все это в вайбере у нас. Плюс у нас есть группа в скайпе, где мы ведем непосредственно, учим вести диалоги, отвечать на возражения. Остальные учатся, чтобы потом не совершать, допустим, тех же ошибок, что предыдущий человек совершил. Менеджерская группа у нас 9%. Там добавлены все менеджеры, там тоже проводится обучение. Также есть лидерский чат 12-16%. И если действительно лидерская позиция есть, цель есть развиваться, тогда добавляю уже в лидерский чат. Ну и директорская группа. Там уже 22% открытые директора, в общем, добавлены. И там мы уже конкретно планируем, что мы будем делать здесь в каталоге, распределяем вебинары и так далее. Вебинары мы проводим ежедневно. Пользуемся вебинарной комнатой JVO. И плюс еще параллельно бесплатная комната Google Hangout. Мы через нее делаем запись, потому что вебинары у нас проходят ежедневно с 2 в 2 часа, 5 дней в неделю. И, соответственно, не каждому удобно в это время прийти на вебинар, поэтому мы тут же на YouTube в автоматическом режиме через Hangout укладываем запись. И вечером в удобное время остальные все, скажем так, досматривают вебинар. Почему так? Потому что я начинала в декрете, и мне, конечно, было удобно, что вебинары будут идти в 2 часа. Темы для новичков. У нас 2 темы в неделю идут для новичков. Для новичков вебинары не каждый день. Это запуск каталога, возможности Арифлейм, продукции, почему Арифлейм. Мы выбрали именно акции, программы и, конечно, истории, где мы делимся, как мы пришли в Арифлейм, какие препятствия были и так далее. И остальные 3 темы – это уже конкретно для ключевых партнеров. То есть вот так 5 дней у нас заполняются вебинарами. Для ключевых партнеров проводим такие темы, как, конечно же, мечты, планы, карьерная лестничка с выплатами подробно-подробно, возражения, имидж, работа со знакомыми, работа социальной сети, ошибки в работе, личный товарооборот и тому подобное. Значит, также инструментом в моей работе является сайт. И сейчас он выглядит так, хотя недавно немножко так видоизменился, скажем так. Здесь размещены не только формы для регистрации, каталог, но и еще инструкции, как разместить заказ, что такое стартовая программа. Мне это удобно, потому что, чтобы не звонить, не объяснять каждому, да, мне проще дать ссылочку, дать инструкцию. Дальше, что мне помогает еще, скажем так, в работе и на что я ориентирую своих ключевых партнеров тоже, это иметь аккаунты во всех социальных сетях. Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Мы добавляем туда весь список знакомых, новичков своих, которые регистрируются к нам в команды. Также друзей, друзья, идем в друзья друзей, тоже ищем там знакомых, мало знакомых. То есть, таким образом, мы добавляем в друзья, мы добавляем в друзья, наращиваем постоянно на страничках количество друзей и размещаем посты с акциями, с новостями, с образом жизни. Я люблю работать через Инстаграм, с Инстаграм у меня идут посты во все социальные сети сразу же. Ну, кроме, если у вас айфон, то в Одноклассники он тоже пускает свой пост. Ну, если интересно, какие посты, зайдите, пожалуйста, ко мне в Фейсбук, вот здесь вот профиль мой, пролистайте ленту, вы посмотрите, что я имею в виду. Почему мы это делаем? Потому что сейчас косметикой, там прям вот, если только вот мастер-классами, да, допустим, на новейдж, если работать, если брать социальные сети, ну, очень сложно объяснить в социальных сетях человеку, какой классно у нас новейдж, мы это постоянно делаем. Поэтому, конечно, мы больше зовем людей на образ жизни, что вот с Арифлейм может быть по-другому как-то. 12 недель к новая, это проект, который мы запустили, у нас в команде тоже есть результат похудения, со 116 килограмм на 75, то есть минус 41 килограмм. И, конечно же, вот под этим впечатлением мы тоже запустили проект, у нас сейчас 7 недель, да, и уже тоже есть результаты. Ведем мы наш клуб только онлайн, потому что люди по всей Беларуси, и нет возможности делать это оффлайн, да. Да, фишки, какие фишки в работе используем, это, конечно же, помогаем всем с результатом. Если я вижу, что пришел новичок, и он говорит, да, я хочу результата, я нацеленный результат, я ему, ну, просто даю гарантию результата, первое время помогаем обязательно с регистрацией, потому что, я думаю, что многие уже знакомы с вертикальным построением, кто-то, вот я смотрю, это морковки, колбаски, сосиски называют, да, мы этот метод тоже используем. И если человек настроен на результат, конечно же, мы помогаем ему с регистрациями. Принцип такой, что если пришел активчик, мы за три месяца максимум, ой, за три каталога максимум, должны сделать уровень менеджера, 9, лучше 12 процентов. Работаем по такой схеме, что учимся делать 150 баллов, 8-10 человек за один-два каталога приглашаем, и в любом случае это даст уровень менеджера. Моя команда вообще-то 23-35 лет, да, мне удобно работать с молодежью, потому что мне легко с ними, мы на одной волне, есть чем замотивировать, да, и так далее. Ну и, конечно же, акцент на доход. То есть у меня не идет акцента на дисконтную карту, на косметику, да, то есть в первую очередь доход, а только потом уже, если что, предлагаем дисконтную карту. Вот если за то короткое время, которое мне отведено было, если я смогла передать информацию, да, если нет, значит, пожалуйста, можете задавать вопросы, я отвечу. Ну и, конечно же, такая мотивация, которая для меня сейчас вот просто, она мне не дает покоя, да, заставляет просто катапультироваться утром с постели, это вручение автомобиля Светлане Викторовне, и я взяла ребенка туда, потому что у меня сын 6 лет, как раз дома был, ну, негде было его оставить, да, я его взяла с собой, и пока мы сфотографировались, он стоял в стороночке, я к нему подошла и говорю, сынок, ну как бы, чего ж ты тут стоишь так это, отошел в стороночку, он повернулся и говорит, ты знаешь, мама, я стоял и плакал. Боже, мне так стало прям обидно за сына, я говорю, почему, потому что я отошла фотографировать, я тебя оставила, он говорит, нет, я стоял и плакал, потому что ты очень плохо работаешь, и ты такой автомобиль еще не получила, поэтому, конечно же, у меня цель получить такой автомобиль, да, потому что, ну, я не могу подвезти своего ребенка. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый день, дорогие лидеры, можно небольшое обращение, Настя, я очень попрошу тебя отключить презентацию, чтобы я включила свою небольшую часть. Дорогие лидеры, я попрошу вас еще оставаться в вебинарной комнате, потому что у нас буквально 15 минут, две очень важные презентации, моя и презентации Екатерины Мамедовой. Но со своей стороны хочу сказать огромное спасибо всем выступающим спикерам, в том числе Анастасии, Настя, мега крутая презентация, давно не слышала о том, как ты работаешь, какими методами, и действительно была впечатлена твоим профессионализмом. Супер, круто так держать, и я более чем уверена, что в ближайшее время тобой будет достигнута высокая квалификация бриллиантового директора. Ну и, конечно же, тот результат, что ты находишься в двух открытых квалификациях, это действительно, несомненно, очень-очень классно. Ну и сейчас моя небольшая презентация, я хочу рассказать вам о... Сейчас вот как раз, она мы сейчас долистаем на мою часть. Дорогие лидеры, у нас с вами подошел к завершению первый выпуск лидера по программе «Юбилейный экспресс». Давайте вспомним, кто же вступал у нас в эту программу. Это, конечно же, были лидеры с уровня старший менеджер. По итогам пятого каталога, те, кто прислали свои индивидуальные планы, о результатах нашего совместного сотрудничества, о результатах группы плотного сопровождения. Вы сегодня уже услышали от моей коллеги вид, и у нас действительно мега выдающиеся результаты. Я хочу отметить, что очень важный для вас факт, количество новых старших менеджеров в семнадцатом каталоге было 50, и это абсолютный рекорд со дня основания «Арифлейм» в Беларуси. Поэтому я думаю, что здесь чаты должны взорваться мега аплодисментами. «Арифлейм Беларусь» растет, «Арифлейм Беларусь» развивается. Ну что ж, первая волна показала отличные результаты. Мы с вами очень плотно работали. Каждый АСМ в свою команду выбрал 30 лидеров из двух регионов. Я более чем уверена, что вы также получили хорошие результаты от совместного такого плотного сотрудничества с командой АСМ. Мы вместе с вами планировали, мы вместе с вами проводили встречи, мы составляли рейтинги, мы драйвили вас и вашей команды. Но, соответственно, вы, конечно же, драйвили и нас своими результатами, своим ростом, ну и, конечно же, желанием. В конце года мы запустили эксклюзивное обучение «Экспрессом к мечте», и город Минск, Витебская область стали счастливчиками и уже прошли это обучение в 2016 году. Прошу прощения, вот уже совсем-совсем скоро команда АСМ отправится для того, чтобы все области смогли пройти этот тренинг и, можно сказать, в начале года поставить свою команду на правильные рейсы для того, чтобы они двигались в правильном направлении. Все менеджеры, которые росли и развивались в данном проекте, становились участниками эксклюзивных бизнес-завтраков, бизнес-ланч из компании Reflame. И сегодня в начале вебинара вы также видели, как это проходит, насколько это эксклюзивно, насколько это дорого, и я более чем уверена, что это очень эффективно, потому что наши менеджеры, которые были участниками бизнес-завтраков, готовятся к следующим бизнес-завтракам, достигать новых уровней для того, чтобы вновь присутствовать на этом мероприятии. Для новых лидеров с уровнем «Золотой директор», как и вы помните, вот уже скоро придет время массового закрытия новых «Золотых директоров», а у нас их 24, насколько вы помните, да, компании, астмы, будут приезжать на ваши мероприятия, мы будем помогать вам в организации ваших структурных мероприятий в тех командах, где будут закрываться «Золотые директора». Выпуск первой команды «Юбилейного экспресса» состоится 29 января в «Мариотт-отеле», банкет «Юбилейный экспресс», вы прекрасно о нем знаете, да, и вы уже готовитесь, как мы сказали о том, что все старшие менеджеры на мега-мероприятии 29 января выйдут на сцену мега-мероприятия в вечерних платьях, джентльмены выйдут в смокингах, ну и, конечно же, сразу же, можно сказать, с корабля на бал, да, мы со сцены отправимся на банкет «Юбилейный экспресс», где продолжим этот вечер. И, конечно же, я хочу тоже сказать такую новость, Ювито не говорила, но всем участникам мега-мероприятия, и, конечно же, участникам банкета «Юбилейный экспресс» есть просто невероятный сюрприз, да, и участникам нашего мероприятия впервые в истории Республики Беларусь станет Александр Опьёкник, поэтому у каждого участника банкета «Юбилейный экспресс» будет возможность запечатлеть себя в год, в юбилейный год рядом с сыном основателей компании «Арифлейм». Вот это вообще мега-круто, час взорвался, ну, поэтому готовьте красивые-красивые платья, наряды для того, чтобы действительно потом эту фотографию можно было ещё и вклеить в нашу с вами юбилейную книгу «Арифлейм Беларусь». Ну что ж, дорогие лидеры, я хочу вам сказать, что мы готовы объявить запуск второй волны «Юбилейного экспресса», и уже по итогам первого каталога будет выбрана наша следующая команда такого плотного сопровождения, с которой в течение полугода мы будем идти на достижение результата. Кто сможет попасть в эту команду? Это, конечно же, лидеры с уровня старшего менеджера выше, у кого есть минимум два ключевых бизнес-партнёра на уровне 9% в параллельных веточках. Для того, чтобы принять участие, необходимо заявиться своему астму. Совсем скоро, буквально через несколько дней, вы получите от нас всю необходимую информацию. Ну и я очень рассчитываю на то, что через полгода мы опять взорвём все рейтинги и покажем невероятное количество новых старших менеджеров компании «Арифлейм». Также хотела бы сделать очень быстренько такой фокус на январь месяц текущего года. Дорогие лидеры, хочу вам сразу сказать, что если вы начнёте собирать, формировать свою ключевую команду именно сейчас, в январе месяце, то тогда вам новое звание, открытое новое звание к концу года обеспечено. Почему? Потому что уже сейчас вы начнёте их выращивать. И даже если к летнему периоду или летом по каким-то неведомым нам причинам они немножечко замедлятся в своём росте, то уже осенью вы получите мега крутой результат. Ну а если вы сейчас будете наслаждаться сезоном продаж, мало рекрутировать, то осенью, то весной вы начнёте собирать свою ключевую команду, она не успеет подрасти за лето, и осенью вы не сможете вывести достаточное количество новых старших менеджеров. Поэтому вот такой набор в ключевую команду нужно делать уже сейчас, в январе месяце, и не упустить вот эту, как я написала, вспышку. В скором времени ждите нас тренинг экспресса в ваших регионах, как раз хорошая тема прокачать свою будущую ключевую команду вместе с вашими асмами. Ну и, конечно же, хочу объявить о том, что бизнес-завтраки с новой менеджерами компании «Арифлейм» продолжаются, и мы открываем квалификацию первого квартала 2017 года для тех менеджеров, которые выйдут на ООН новый уровень 15% и выше по итогам каталогов 1,4. Ну и, конечно же, будут иметь отрыв от нижестоящего менеджера минимум в 1% уровень. Дата и место проведения будут сообщены дополнительно. Продолжается квалификация на банкет директоров, осталось 7 периодов до завершения квалификации. У нас очень много лидеров находится в открытых квалификациях, поэтому давайте сделаем, чтобы все 100% дошли и сделали свой результат к юбилейному банкету директоров 2017 года. Ну и простите нас, пожалуйста, мы упустили очень классное событие. Ну вот, видимо, наверное, оно досталось мне. Я хочу также отметить новый результат в Брестской области. Это новое открытое звание сапфирового директора Анны Тымчук. Давайте поздравим Аню с таким результатом. Очень круто! Я хочу сказать, что я очень-очень ждала этот результат и очень рада, что он случился. И, конечно же, мы ожидаем Аню и ее команду на юбилейном банкете директоров. Анечка, так держать, это мега-крутая, мега-растущая команда. Ты молодец! Двигаемся далее. И у нас с вами менеджерская конференция. Самый важный каталог, дорогие лидеры. Пожалуйста, проконтролируйте всех своих менеджеров и проконтролируйте себя. Вам необходимо точно знать, что ваши менеджеры выполнили ежекаталожное эквалифицированное рекрутирование, суммарное эквалифицированное рекрутирование, уровень. Необходимо подтвердить по итогам первого каталога. Ну и, конечно же, личные бонус-баллы. Что касается суммарного рекрутирования, дорогие лидеры, то помните, что оно у вас тоже есть, минимум 10 квалифицированных рекрутов в каталог, если ваши менеджеры идут по основным, либо основным и альтернативным условиям. Если у вас есть какие-то вопросы, то всегда ваши астмы, конечно же, в вашем распоряжении, для того, чтобы не упустить ни одного человечка, чтобы все у нас квалифицировались. Юбилейная золотая конференция, 4 каталога, я более чем уверена, что тоже у нас будет феноменальное количество участников. Ну и продолжается бриллиантовая конференция, квалификация на бриллиантовую конференцию. Наши топ-лидеры стремятся и идут. Очень много вопросов, когда же будет саммит, саммит будущих президентов. Уже в скором времени, буквально с неделю на неделю мы объявим вам условия квалификации на саммит будущих президентов. Как вы понимаете, у нас сейчас почти 600 лидеров находятся в квалификации старше менеджера и выше, да? То есть держит свой уровень лидерская база. И поэтому как участников у нас будет очень много желающих. Ну и поэтому совсем скоро будет объявлена квалификация. Вот вижу, где он будет, где же он будет. Объявим вам как дополнительный сюрприз. Следите за вебинарами компании Replay. Все, моя часть закончена. Спасибо вам большое за внимание. Добрый день, дорогие бизнес-партнеры. Добрый день, дорогие лидеры компании Replay. Я очень рада всех вас видеть и слышать. У нас сегодня совершенно потрясающий вебинар. с рекордным количеством участников. Такого не было никогда. 462 участника нашего вебинара. Но раз уж мы рекордный каталог, рекордный год и рекордный вебинар, я бы хотела для начала поздравить еще раз всех вас с прошедшими замечательными, чудесными праздниками, Новым годом и Рождеством и пожелать вам добра, счастья, благополучия вам и вашим семьям. И, конечно же, успеха и радости вместе с компанией Replay. У нас действительно был рекордный каталог. И мы, я и моя команда, мы очень рады тому, как закончился год, потому что для нас это не просто цифры, не просто результаты, для нас это подтверждение того, что мы что-то делаем вместе правильно, что мы делаем правильные шаги, что мы движемся в правильном направлении, что у нас с вами выбран абсолютно правильный курс. Я хочу сказать вам всем огромное-огромное спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете каждый день, за то, что вы стремитесь к своим целям, за то, что вы достигаете тех результатов, которые вы сами ставите для себя и для своих команд. Вы молодцы. И наши с вами 27% роста – это действительно рекордный, потрясающий результат. Огромное вам спасибо. Радости нашей нет предела, нашей общей радости, потому что это действительно очень-очень хороший результат. И вы видите, что достаточно большой разбег между результатами разных регионов нашей страны, и это говорит о том, что можно... ...делать... ...гомельскую область, я хочу ее особо отметить, показала 56% роста к прошлому году. Это фактически в два раза больше нашего показателя по стране Гомельской области. Вы молодцы, и вы для нас пример, для всех остальных лидеров нашей страны, что можно делать больше и можно двигаться быстрее. Я хочу сказать, что вот такой результат, на самом деле, он подтвержден серьезными результатами всех наших бизнес-показателей. То есть это не случайность, это не какой-то взрыв сезонных продаж. То есть мы с вами знаем, что можно расти за счет продуктивности, и это тоже неплохо, но в нашей с вами ситуации на сегодняшний день наш рост обусловлен очень полномерной и профессиональной вашей работой. Потому что мы видим существенное улучшение активности. И мы с вами знаем, что активность очень важный показатель в нашем бизнесе. И мы всегда говорим, что 70% активности – это здоровое состояние бизнеса. И здесь я хочу, чтобы мы поаплодировали Могилевской и Минской областям, потому что у них как раз-таки 70% активности – это то, к чему мы все стремимся, как компания, так и регионы, так и каждый конкретный лидер в своем бизнесе. Важный показатель, о котором мы говорим постоянно, наша кровь, наша свежая кровь, наша энергия – это рекрутирование. И я хочу обратить ваше внимание, насколько отличается график прошлого года рекрутирования в сравнении с графиком этого года, с 16-го к 15-го. Вы видите, что, во-первых, кардиограмма нашего бизнеса стала намного стабильнее. Мы видим, насколько стабильный показатель рекрутирования, насколько он высокий. На самом деле, вот такой уровень 10% рекрутирования – это действительно очень высокий показатель, если сравнивать с другими странами Reflame. Хороший, стабильный, высокий показатель. Стабильное – ключевое слово, потому что мы видим, что в 2015 году у нас были такие американские горки, которые впоследствии нам давали не очень хорошие результаты с точки зрения нашего БАКа. И здесь я хочу отметить Минскую область. Первое место – 17% рекрутирования. Очень классный показатель. И Могилевская – 16%. Давайте тоже поаплодируем. Потому что это очень хороший результат. И опять же для нас с вами это флагман, показатель того, как можно рекрутировать. И, как я уже говорила, активность – очень важный момент, который влияет на общий показатель базы активных консультантов. Потому что чем ниже уровень засыпающих консультантов, чем стабильнее и выше уровень рекрутирования, тем более стабильно растет наш с вами БАК. А это наша основная задача – увеличивать базу активных консультантов, для того, чтобы бизнес рос планомерно, для того, чтобы не было скачков и падений, для того, чтобы вы достигали своих целей и своих результатов. Что еще можно сказать? Девушки уже говорили об этом. Я не могу не повторить данные цифры, потому что это действительно абсолютный рекорд. 50 новых старших менеджеров в 17-м каталоге. Давайте поаплодируем еще раз. Надо сказать, что за предыдущие 16 каталогов прошедшего года – это было 36. То есть мы с вами в последнем каталоге рванули и сделали, практически удвоили результат всего года. Это, конечно, очень круто. Это еще раз говорит о тех возможностях, которые есть у вас, в том потенциале и в том профессионализме, который существует у вас, в вашей структуре. И, конечно же, очень важный момент, тоже повторюсь, у нас 207 лидеров находятся в открытых квалификациях. Почему мы несколько раз сегодня об этом говорим? Потому что, конечно, мы с вами прекрасно знаем, что достичь результата, открыть звание – это, скажем так, пол-дела, да, это хороший импульс, хорошее начало. Но самое главное – удержать этот результат, подтверждать его каждый каталог и сделать так, чтобы, конечно, триумф на банкете Директор Орока мы могли все вместе с вами разделить и поздравлять наше новое звание. Очень хочется, чтобы все лидеры, которые открыли звание, прошли этот путь, достигли результата, получили свои премии и получили свои награждения на всех мероприятиях компании «Ариклейм» в юбилейном году. Это очень важно, и мы, конечно, очень все этого хотим. Ну, а от вас зависит, от вашего труда, от вашего желания, от ваших усилий, случится это или нет, но мы в это 100% верим. С точки зрения акцентов и фокусов, есть в этом стабильное сообщение, мы все время говорим, что очень важно рекрутировать. Очень важно рекрутировать, особенно сейчас, когда, скажем так, у нас высокий сезон уже буквально скоро заканчивается. Если мы могли в этот период делать результат все-таки на увеличение продуктивности на праздничных заказах, то сейчас нам с вами нужно закладывать вот эту базу для роста, нашей базы активных консультантов в эти каталоги для того, чтобы весна и лето прошли у нас продуктивно, и осенью мы собирали наши следующие урожаи. Это очень важно. И, как Катя уже сказала, что, да, еще одна, скажем так, наша гордость, что вот наши результаты приедет отметить сын основателя компании, член председателя Совета директоров Александр Афьевский. И, знаете, это будет в конце первого каталога. И мне очень хочется, чтобы мы с вами за счет нашего совместного труда показали, что результат 17-го каталога – это не случайность, что это действительно результат нашего профессионализма. А это будет зависеть от того, как мы с вами отработаем первый каталог. И для того, чтобы первый каталог был успешный, у нас есть с вами очень много инструментов, о которых сегодня говорили. Я хочу обратить ваше внимание в контексте рекрутирования на важнейший и мощнейший инструмент, который у нас с вами есть на сегодняшний день. Это обновленная стартовая программа. И на сегодняшний день вам в помощь, в помощь вашим партнерам по бизнесу, которые активно рекрутируют вам лично, наша новая стартовая программа. Пожалуйста, продвигайте ее, свою структуру, потому что 4 шага по 75 баллов в бонусе с такими замечательными подарками – это то, что даст возможность вашим новичкам активно влиться в работу, узнавать нашу продукцию, получать дополнительную выгоду и шаг за шагом проходить свои первые дни, свои первые шаги в компании Арифлей. Конечно же, как я уже сказала, мы все очень ждем результаты, ваши результаты в юбилейном году, потому что это то, что даст и заложит основу успеха в следующем году, в 2017, в 2018 и так далее. И мы об этом начали говорить достаточно давно, наверное, где-то полтора года назад. Мы говорили о том, что мы готовимся к нашему юбилею, мы готовим подарки нашей любимой компании, и самым лучшим подарком будет новое звание, закрытое в юбилейном году. И мы с вами прекрасно подготовились. Действительно, на сегодняшний день у нас есть просто потрясающий потенциал, потрясающая база для того, чтобы все открытые звания стали реальным результатом и чтобы лидеры вписали свое имя в книгу, книгу успеха компании Арифлей, юбилейную книгу. Мы об этой книге говорили. Я еще раз напоминаю, что это тот инструмент, это та замечательная часть мотивации, которую вы получите, из которой вы будете работать дальше и показывать ее не только своим командам, не только своим консультантам, но и своим детям и внукам. Я желаю каждому из вас попасть в эту книгу. Сегодня у нас есть еще одно сообщение, и сейчас я хочу, чтобы вы, скажем так, поняли и разделили те изменения, которые у нас произойдут в компании. И на самом деле у сотрудников Арифлей, как и у вас, есть тоже своя лестница успеха. И каждый из нас стремится идти по этой лестнице. И, как говорится, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. И я как руководитель, конечно, всячески поддерживаю своих сотрудников, которые хотят расти и развиваться. И я хочу, чтобы мы вместе с вами, все вместе, пожелали Кате Дудко, которая получила продвижение в компании Арифлей огромного успеха. Я хочу сказать Кате большое спасибо. Большое спасибо за все годы, которые она работала в Беларуси. Потому что, наверное, историю компании Арифлей Беларусь нельзя отделить от Кати Дудко, которая прошла путь от оператора сервисного центра до менеджера по развитию лидерства и внесла огромный-огромный вклад в развитие бизнеса в компании Арифлей Беларусь. Мы все будем гордиться тем, что работали вместе с Катей и будем следить за ее дальнейшими успехами. Потому что Катерина у нас отправляется покорять Москву, не побоюсь этого слова. И уверена, что она со своим профессионализмом, со своими знаниями, умениями внесет огромный вклад в развитие бизнеса не просто в Арифлейм России, но и самого крупного филиала, стратегического филиала самого большого рынка в мире Арифлейм. Давайте Кате поаплодируем. Пожелаем ей успехов. Конечно же, да, мы будем скучать. Но еще раз повторюсь, что каждый сотрудник реклайн тоже стремится делать карьеру и двигаться вперед к своим мечтам. И мы приветствуем в нашей команде человека нового в Белоруссии, но абсолютно не нового в компании Арифлейм. И я могу сказать, что я абсолютно спокойна за команду, которую Катя воспитала. Я абсолютно спокойна за лидеров и за бизнес, потому что все это переходит в надежные профессиональные руки Юлии Подмятниковой, которую я знаю 12 лет. С момента прихода Юлии в компанию Арифлейм. И Юля тоже прошла путь от оператора в городе Саратове и сменила несколько позиций в компании Арифлейм, несколько регионов. И я хочу отметить, что везде, где Юля работала, она пользовалась и пользуется огромным уважением и сотрудников, и лидеров компании Арифлейм. Поэтому уверена, что для каждого из вас это тоже хорошая, отличная возможность получить новый опыт, новые знания, новый импульс и новую поддержку в лице Юлии и, конечно же, всей нашей замечательной, не побоюсь этого слова, профессиональной команды. Вот такие у нас новости. Все изменения наши с вами к лучшему. Я уверена, что весь юбилейный год мы с вами очень активно отработаем, так же, как мы активно закончили 16-й год и начали 17-й год. И придем к тем целям и тем задачам, которые мы ставим перед собой. Я желаю вам успешного первого каталога. Я желаю вам закрепить и подкрепить все-все результаты, которые вы получили. И, конечно же, на следующем вебинаре поздравляю. Продолжение следует...